Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что такое мопед и как он появился? В конце 20-х годов прошлого столетия весь мир был погружен в глобальный экономический кризис. Это и подтолкнуло множество изобретателей и конструкторов создать такое транспортное средство, которое будет доступно массам. Простое свои конструкции, дешевое в производстве и обслуживании, с низкой стоимостью для конечного потребителя. Практически единовременно все конструкторы пришли к простой и в то же время гениальной идее. Установить на уже имеющееся средство передвижения, такое как велосипед, маленький двигатель внутреннего сгорания. К началу 40-х годов 20-го века в мире насчитывалось более 50 производителей ДВС для велосипедов. Еще одним плюсом владения мопедом, или как тогда называли, мотовелосипедом, являлось то, что их не требовалось регистрировать, а также иметь специальное водительское удостоверение. Впервые к этому пришли в западноевропейских странах, где на законодательном уровне отделили мотовелосипеды от мотоциклов. Согласитесь, слово мотовелосипед звучит как-то не очень. Точно так же люди думали и в то время. По этой причине во всем мире объявили конкурс на новое название данного класса транспортных средств. Как не трудно догадаться, победителем стал мопед, а точнее модель шведского мотовелосипеда. Слово мопед произошло от слияния слов «мотор» и «педаль». А произошло это на международной выставке IFMA в 1953 году. И вот мы плавно подошли к одной из главных причин популярности мопедов Альфа. В конце 1950-х годов на рынок США выходит мопед Суперкап от компании Хонда. Данный мопед произвел революцию на рынке двухколесного транспорта в США. Во-первых, он опроверг стереотип о том, что все, кто ездит на двухколесах, бандиты и хулиганы. Слоган рекламной компании Суперкап звучал так. На Хонде ездят замечательные люди. Во-вторых, он был настолько прост в управлении, что даже среди женской части населения он имел большой успех. В 1974 году с Хондовского завода выкатываются мопеды новой модели под названием CD50 Bentley. В конструкции этого мопеда вы можете увидеть тот же двигатель, что и на Хонда Суперкап. Но внешне мопед уже более схож с мотоциклом. А что еще напоминает этот мопед? Ну, конечно же, Альфу. Именно благодаря мопедам Суперкап и Бенли началась история всемирной любви и преданности к мопедам Альфа. Ни для кого уже не секрет, что китайские инженеры – мастера своего дела – копирование лучших технологий. Мопеды Хонда по праву являются лучшими. Заметив высокую популярность мопедов данной модели, китайские инженеры мотоциклетной промышленности воссоздали на своих фабриках такие же мопеды. Один получил название Дельта, другой Альфа. В основе китайских мопедов лежит максимально точная копия кабовских двигателей. Так как изначально двигатель максимально опрос по своей конструкции, китайским инженерам не пришлось ничего упрощать, вследствие чего мы имеем мопед Альфа с легендарным надежным мотором, способным проехать без ремонта до 30 тысяч километров, при условии бережной эксплуатации и качественного своевременного обслуживания. Надежность двигателя – первое, за что все любят мопед Альфа. Мопед Альфа в какой-то степени можно назвать экологичным видом транспорта с ДВС. Ведь он потребляет всего от 1,5 до 2,5 литров топлива на 100 километров. Если уже это не экологично, то как минимум экономично. Повторюсь, мопед Альфа имеет самый простой и надежный 4-х тактный ДВС. Стоимость запасных частей и расходных элементов двигателя и всего мопеда в целом низкая, можно сказать копеечная. Низкая стоимость мопеда, стоимость обслуживания, скромный расход топлива – второе, за что все любят мопед Альфа. Также Альфа имеет короткую базу, как правило это 1200-1300 мм. Вдобавок к короткой базе низкая высота по седлу и малая снаряженная масса, что делает мопед Альфа невероятно простым и легким в управлении. Простота и легкость управления – третье, за что все любят мопед Альфа. Несомненно, благодаря всем вышеперечисленным плюсам мопеда, он является незаменимым и лучшим средством передвижения в городе и сельской местности. Еще одна причина полюбить мопед Альфа – не требуется регистрация в ГИБДД, оформление полиса ОСАГО и наличие прав категории А. Если мопедов Honda Super Cup было выпущено более 100 миллионов, боюсь представить сколько выпущено мопедов Альфа, но можно с уверенностью сказать, что Альфа – это мопед всех времен и народов, и он будет популярен всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова